Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Игорь Илдашев. И сегодня, уважаемые друзья, мы открываем целую серию видеорепортажев и обзоров. С немецкого производителя, завода Гестра. Дорогие друзья, мы уже познакомили вас в седьмом номере Вестника арматуры строителя с этим заводом, с его разработками, конечно же, с направлением Гестра. Гестра сегодня является одним из лидеров по производству котельной автоматики, трубопроводной арматуры и, конечно же, конденсата отводчиков и средств измерения. Ну, уважаемые друзья, вы же понимаете, что котельная автоматика и вообще котельное дело – это очень ответственное, особенно в Европе, направление. Именно поэтому в Гестре мы начинаем наши обзоры с уникального места. Это называется место «Стеклянные стенды» или Гестра Академии. Но более подробно о философии Гестра Академии и, конечно же, о направлении обучения в Гестре нам расскажет руководитель отдела продаж по Восточной Европе и России Петр Шужинский. Здравствуйте, Петр, рада вас приветствовать. Спасибо, что вы нас туда пригласили и, конечно же, показали нам ваш завод. Пожалуйста, расскажите и начнем с того, что здесь сейчас находится и в чем философия Гестра Академии. Здравствуйте, Игорь, здравствуйте. Находимся перед стеклянным стендом, в котором представляем процессы, которые происходят в параконденсатной системе. Часть этого стенда – это то, что представляет собой паровые качиоу, потом паропроводы, в которых тоже можно увидеть то, что происходит в правильном работающем паровом паропроводе. Работа конденсата отводчиков тоже показана в полностью стекла и процесс даяерации. На этом месте делаем презентации для наших заказчиков в рамках обучения, в рамках показания, какие процессы надо учитывать на ходе проектирования и изготовления параконденсатных систем, как работает арматуры, какого вида, разные принципы действия и тоже какие особенности надо учитывать, если работаем с параконденсатной системой. Замечательно. Дорогие друзья, действительно, при сравнении к словам презентации Петра, дело в том, что здесь не только происходит обучение заказчиков, но и глядные натурные показания, как может себя вести параконденсатная смесь. И что самое важное, здесь показывается отличие от насыщенного пара, от сухого. То есть многие считают, что котел – это просто небольшая емкость или большая емкость, которая происходит с кипанием жидкости и выход ее, скажем так, либо в атмосферу пар, либо в трубопровод. На самом деле это не так. В первый день здесь посещения Гестры мы приняли участие в семинарии и поняли, что котельное дело, дело управления трубопроводов, транспортировки пара – это очень важное дело, это очень ответственно. И самое главное, здесь натурно вы можете узнать, увидеть это все дело. Ну, знаете, лучше, конечно, один раз увидеть, чем сто раз услышать, но тем не менее, ему показана хотя бы часть. Те теплоэнергетики, которые сейчас смотрят этот репортаж, я все-таки настоятельно рекомендую обратиться в компанию «Алваз Инженеринг» и узнать более подробно об этом. Ну, у меня есть следующий вопрос. Петр, скажите, пожалуйста, почему стеклянный стенд? То есть я понимаю, что это как наглядный показатель, да? Да, точно, потому что тут прекрасно видно, как происходит испарение, как происходит тоже удаление кислорода из воды в котле. Все процессы, которые происходят или процессы теплообмены. Можно тоже показать гидроудары, как возникает гидроудар, как защищать систему против гидроударом. Это все можно указать на этом стеклянном стенде. Это приглашаем тоже на наш ролик на Ютубе. Замечательно. Да, дорогие друзья, мы опубликуем эксклюзивный видеоролик «Разрешение ГЕСТРы», в котором вы сможете более подробно узнать о вообще философии распределения пара, управления параконденсатными системами. Даже так скажу, ГЕСТР выпускает целую систему, скажем так, связанную с конденсатоотводчиками. Это и обратные клапаны, которые предотвращают гидроудары. И очень много интересных изобретений, которые вы сможете узнать, опять-таки скажу, на сайте ГЕСТРы. И мы часть хотя бы приоткроем завесу в наших журналах «Вестник арматуростроителей» и, конечно же, на портале «Анторг». Петр, у меня финальный вопрос на сейчас. Скажите, пожалуйста, как сегодня проходит обучение? Если в России захочет человек узнать больше о вашем стенде, куда ему лучше обращаться и как взаимодействовать с вами? Потому что на самом деле это ликбез. Во многом ликбез для профессионалов даже, для тех, кто уже как бы думает, что он знает все о паре. Да, это может быть тоже ликбез, может быть тоже что-то для профессионалов, которые уже у них есть какое-то знакомство об этих процессах. Это самый лучший путь, это обращаться к нашему партнеру в России, а у вас инжиниринг. И будем вместе организировать обучение или в ГЕСТе, или можно тоже сделать какую-то презентацию, но не на стеклянной стенде, но на теоретическую презентацию можно сделать тоже на месте в России у заказчика. Замечательно, спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем серию, но на самом деле я хочу сейчас резюмировать только одно. Помните, здесь такой лозунг «учиться, учиться, еще раз учиться». И на самом деле здесь, на ГЕСТРА Академии, ты понимаешь, что трубопроводная арматура – это всего лишь верхушка айсберга. Айсберга, особенно в теплоэнергетике, в нефтегазовой, в нефтегазовой, в нефтегазовой, в нефтегазовой переработке, там, где используется пар. И о паре можно узнать гораздо больше именно здесь. Поэтому все-таки подумайте, чтобы посетить ГЕСТРУ. И, знаете, мы будем рассказывать все больше. У меня появляются мысли о том, что надо обучать, показывать действительно вам, уважаемые друзья, что трубопроводная арматура – это не просто изделие или конденсат-отводчик, а это, скажем так, регулирующий орган, который позволяет трубопроводу максимально выживать КПД из вашей системы. Удачи вам, уважаемые друзья, до встречи в следующем репортаже. Петр, спасибо. Спасибо. Мы продолжим немножко дальше уже на производственном процессе и покажем вам, что производится и как производится на ГЕСТРУ в городе Бремен в Германии. Удачи, друзья. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова